Привет, друзья! Рад видеть вас у себя на канале «Здоровье, тренировках и жизни». Сегодня мы продолжаем тему стволовых клеток. И сегодня мы поговорим про стволовые клетки и рак. Потому что пока это все еще очень тесно связано, и одно перетекает в другое. И нужно очень четко понимать, на каком уровне сейчас находится наука и как это связано с раком. Поэтому, если это вам видео интересно, то продолжаем. Что такое вообще стволовые клетки? Стволовые клетки, чтобы понимать, изначально мы получились из одной стволовой клетки. То есть разные типы стволовых клеток. Вот самая из них необычная, скажу так, это клетка, из которой вообще вырос целый организм. То есть, допустим, мы появились из одной облаготворенной яйцеклетки. Это всего лишь одна клетка, и она тоже является стволовой клеткой. То есть из нее вырос целый организм, да? И это уникальная клетка. Вообще, что такое стволовая клетка? Это клетка, которая не дифференцированная. Что такое не дифференцированная? Это слово может казаться сложным. Простым языком, то есть это клетка, которая еще не определилась, какой клеткой она станет. То есть это клетка, которая может стать любой клеткой. Но нужно понимать отличия клеток. Потому что не все стволовые клетки могут стать любыми клетками в организме. Итак, основные типы клеток. Стволовые клетки бывают мультипатентные, бывают унипатентные, бывают плюрипатентные. Чем же отличие этих клеток? Унипатентные клетки стволовые, они могут превратиться только в один тип клеток. И в организме их ценность меньше, но они тоже очень ценные. Это клетки, которые тоже могут делиться, как и любые стволовые клетки, способны очень сильно и быстро делиться. Из нескольких стволовых клеток может вырасти просто миллиарды клеток, миллионы, миллиарды клеток, как хотите. Так вот, унитарная клетка, вот эта унипатентная клетка, она может превратиться только в один тип клеток. Плюрипатентная клетка, она может превратиться в любой тип клеток в организме. То есть, это стволовая клетка, которая может стать вообще любой клеткой в организме. А мультипатентная клетка, это клетка, которая может превратиться только в определенный набор клеток из тех тканей, откуда она взята. То есть, это ключевое понятие, чтобы различать вообще есть. Есть и другие названия клеток, но это самые основные, так как их очень много. Повторюсь, тема стволовых клеток, она очень обширная. Идея, что наше эмбриональное прошлое может стать причиной возникновения рака, уже очень стара. Эта идея была еще выдвинута в 1829 году, очень давно. И в чем ее суть? Позже это стала гипотезой, в 1875 году это стала гипотезой эмбрионального покоя. Суть ее в том, что клетки, которые нам достали с эмбрионального нашего прошлого, когда мы еще были эмбрионами, эмбрионами в утробе матери. Вот эти клетки, которые были в эмбрионе, они были созданы для того природы, чтобы из них появлялись новые клетки. То есть из этих клеток могут вырасти любые клетки в организме. Эти эмбриональные стволовые клетки, это и есть стволовые клетки. Про них говорили уже больше 150 лет назад, и эта гипотеза была выдвинута. Что вот эти эмбриональные клетки, которые у нас остаются в будущем с нами, в нашем взрослом теле, а их остается небольшое количество, они могут приводить к раку. Сейчас расскажу обо всем поподробнее. То есть вот эти клетки, они больше нужны нам, когда мы эмбрионы. Но когда в взрослом организме эти клетки нужны для того, чтобы при каких-то экстремальных ситуациях, например, когда организму нужно какие-то восстанавливать ткани срочно из резервов. Вот этими резервами являются вот эти стволовые клетки, которые сидят с нами еще с тех времен, когда мы были эмбрионами. Они могут возобновлять ткань, регенерировать ткани внутри нашем теле. То есть они постоянно с нами на протяжении всей жизни. И в чем же фишечка? Фишечка в том, что эти клетки стволовые, они с нами всю жизнь, и они сами не генерируются. То есть один и тот же набор клеток на протяжении всей жизни. И они находятся как бы в эмбриональном покое, вот так их назвали, теория эмбрионального покоя. И они ничего не делают в организме. Только в определенных экстремальных ситуациях они начинают, собственно говоря, делать свою прямую функцию, предназначение, которое есть у стволовых клеток. То есть создавать какие-то новые ткани в организме. Так вот, эти клетки на протяжении жизни, они могут поддаться мутациям, которые происходят в нашем теле. Любые клетки, которые у нас в организме, они постоянно обновляются, все клетки. А стволовые, вот эти, с эмбрионов, они с эмбрионального прошлого не обновляются. И те мутации, которые с ними могут произойти на протяжении жизни, как говорит эта теория, то и могут привести к раку. К слову, достаточно буквально несколько мутаций, чтобы клетка начала бесконтрольно делиться, и это будет приводить, конечно же, к раку. Такому делению, которое очень сложно остановить, которое не поддается традиционному лечению, которое не поддается химиотерапии, лучевой терапии, оно не поддается, к сожалению. И очень сильно оно метастазирует, оно может попасть в любую ткань вашего организма, и там тоже будет рак. То есть метастазы по всему телу могут пойти. Так же самое, если эти клетки взять и пересадить другому животному организму, они тоже могут вызвать рак. Эта теория нашла свое подтверждение и в нынешнее время. Выдвинутая более 150 лет назад, и ее сейчас подтверждают. То есть это как определенный вид этой теории, этой гипотезы. То есть сейчас просто ученые лучше понимают, какой именно этот тип клеток, и на что именно он способен. Но в принципе это очень похоже на правду. Смотрите, какой отсюда можно сделать сразу практический вывод. То есть если клетка поддается мутацией, в основном мутации все в организме происходят у нас под воздействием неблагоприятных условий. Это может быть, например, плохая экология, в которой вы живете. Это повод к тому, чтобы переехать в более экологическую зону, если вы хотите жить здорово, и чтобы у вас была меньшая вероятность какого-то рака. Второе, это просто, если вы ведете не здоровый образ жизни, например, вы реально губите себя как можете. Курево, постоянно курево, алкоголь. Вредная пища современная, которую вы едите, которая на современных заводах делается. Вся пища, которая почти делается на современных заводах, если там еще плохо идет контроль над продукцией, она может вызывать тоже подобные изменения в организме, подобные мутации. Потому что эта пища, она неестественная, которая выходит с завода. В нее добавляется столько всего, таких добавок количества, которых там никогда не должно быть, чтобы эту пищу сохранить, законсервировать. Это я не говорю не обо всей продукции в мире, которая выпускается на заводах, но очень много пищи с заводов действительно не делает вас здоровыми. Я бы вам посоветовал ограничить потребление вообще пищи, выпущенной с заводов, в готовом виде, законсервированном, какие-то банки там законсервированным. По минимуму. Максимально ешьте свежее или приготовлено своими руками, а не законсервированную еду. Это будет оберегать вас, ваше здоровье. Есть два основных направления сегодняшние, которые рассматривают возникновение рака, именно связанных с стволовыми клетками. Первое, что в раке есть клетки, которые способны вызвать рак в любом месте. То есть раковые клетки, которые в опухоли, при попадании в любую часть тела, они вызывают рак в этой части. Это одна теория, одно направление, скажем так. Второе направление гласит, что в раковой опухоли есть только незначительное количество клеток, так называемых стволовых раковых клеток, которые определенным образом могут попадать в другие части тела, в другие ткани тела, например, с кровотоком или с лимфотоком и вызывать там рак. То есть это раковые стволовые клетки, а не каждая клетка рака. Отсюда же следуют сразу же выводы. То есть если, например, лечение традиционное может убивать раковые клетки, например, химиотерапия или лучевая терапия, раковые клетки убивает, но оно определенный тип клеток не убивает, они и есть стволовые раковые клетки. То есть не способна химиотерапия их убить. И это количество клеток невелико в этой раковой опухоли, но эти клетки очень мощные, они способны генерировать новые опухоли. Из этих раковых клеток, из этих небольшого количества раковых клеток, могут вырасти все клетки, которые есть в опухоли. То есть там разное количество клеток опухоли, но из одного вот этого ракового типа стволовой клетки может вырасти любая клетка опухоли. Вот эта теория и выглядит сейчас наиболее правдоподобной в современном мире. Смотрите, отсюда сразу вытекает следующее, что такой рак, который, например, не поддается лечению химиотерапии, скорее всего, есть причина мутации, возможно, есть первая причина, это мутация стволовых клеток. Потому что другие две теории говорят, что из обычных стволовых клеток могут получиться раковые стволовые клетки. То есть происходит мутация обычных стволовых клеток. То есть это, по сути, и есть подтверждение современной той теории, которая была еще больше 150 лет назад, что эмбриональная клетка – это стволовая клетка обычная, это хорошая нормальная клетка, Но она в результате мутации может превратиться в раковую стволовую клетку. И такой рак лечится очень тяжело или вообще не излечивается. То есть его человека вылечивают, и он опять через какое-то время приходит с раком в такой же другой части тела. И он очень живучий. Очень живучий – это страшная вещь. И она может быть в любом месте тела возникнуть такой рак. Понимаете? Там, где есть стволовые клетки в органах, а стволовые клетки есть в разных органах в нашем теле. И в мозгу, и в костном мозге, и в сердце, и в печени, и в легких. И по мужской части они могут быть в яичках даже есть. То есть, понимаете, они в жиру находятся стволовые клетки. Но определенные те, которые как раз могут вызвать рак, они находятся в любой части вашего тела. Смотрите, чтобы понимать, что из этого следует. Во-первых, из этого следует, что ученые поняли, что вообще есть стволовые клетки раковые. И это очень круто, это большое открытие. То есть, если раньше вообще не понимали, из-за чего это могло происходить, какая причина вообще рака, то теперь, понимая эту теорию, теперь ученые работают над тем, чтобы как-то воздействовать именно на первопричину рака, на вот эту раковую стволовую клетку. То есть, если каким-то образом заставить эту раковую стволовую клетку умереть, или, допустим, перестать делить новые клетки, или вообще убить эту клетку, то рак будет излечим и очень легко. И это будет излечимо именно полностью убирание не только симптомов, а излечение полностью от рака. Так как просто современная медицина, которая лечит, рак бывает очень разный. Мы сейчас говорим именно про этот тип рака, который может возникнуть из раковых клеток стволовых. Потому что другие типы раков, это очень много разных видео можно снять на эту тему. Причины очень разные. Так вот, если они смогут воздействовать на эти раковые стволовые клетки, научатся, над чем сейчас они работают, то рак будет очень легко довольно излечим. А просто только как заставить иммунитет понимать, что это раковая стволовая клетка, которая сидит внутри, в опухоли. Как научить иммунитет понимать, что эту клетку нужно убить? Каким образом? Потому что иммунитет не понимает, что эту клетку нужно с ней что-то делать. Он никак на него не воздействует. Еще иногда, даже сказал довольно часто, рак вообще возникает у людей, которые хочут слабый иммунитет. Отсюда нужно сразу сделать вывод, что иммунитет должен быть всегда в хорошем состоянии. Не нужно доводить свой иммунитет до каких-то упадков. Не нужно загорать, например, на пляже, взгорать постоянно. Просто уничтожать свой иммунитет. Если вот я родился в Бердянске на берегу моря. Я хочу сказать, что местные эту штуку очень хорошо знают. Мы стараемся не загорать очень много. Потому что мы с детства знаем, что солнце способно... У нас бабки еще говорили в городе, бабульки. Бабульки это не самая правдивая и стопроцентная такая прудная информация. Но все же оно на пустом месте все не рождается. Еще бабульки говорили, что если ты сгоришь летом хоть раз, у тебя иммунитета не будет целый год. Целый год не будет иммунитета. Про эту тему можно отдельное видео снять, чтобы люди понимали о вреде со временем загара. Так как это очень модно сейчас загореть. В инстаграмчик выставлять свои загорелые фотки. Так вот вы должны знать, что это убивает ваш иммунитет очень сильно. Не просто следите, чтобы ваш иммунитет был всегда на высоком уровне. Всегда его поддерживайте. Любыми способами. Посмотрите, у меня на канале есть два видоса, я уже записал на тему, как повысить свой иммунитет. И его держать нужно постоянно, целый год таким. Потому что если иммунитет высокий, если иммунитет хороший, сильный, мощный иммунитет, то рак в таком теле не хочет развиваться. Раковые клетки, они просто не могут начать развиваться. Иммунитет их тут же пресекает. Но если есть какая-то слабина в иммунитете, то это может стать пусковым механизмом. И очень много чего может нарушиться. Особенно если это приведет к раку. Но это очень такие последствия, они совсем не веселые. Вообще не прикольные. Поэтому следите за своим иммунитетом всегда. К слову, ученые сейчас работают над такой интересной штукой. Уже есть даже эксперименты проведенные, реальные. Излечения от рака проведенные. Например, из группы 13 человек, которые подвергались такому исследованию. Только трое еще раз заболели раком. Потом на течение своих жизней. За ними много лет потом наблюдали. И через несколько лет у них вернулся, к сожалению, рак после такого излечения. Но способ излечения они придумали просто бомбезный. Реально очень интересный способ. Я сейчас в двух словах о нем расскажу. Смотрите, вы, наверное, все знаете о таком вирусе, герпец, который возникает у нас на губах. И он как в виде волдырей на губах проявляется. Может где угодно быть на самом деле. То есть повреждается в основном слизистая. Этот вирус, к сожалению, живет, если в организме уже есть, то он живет там всю жизнь. Он живет там в нервных клетках. В нервных клетках и сидит этот вирус там очень плотно. И вывести оттуда его никак нельзя. Только когда садится твой иммунитет, когда иммунитет снижается очень сильно, этот вирус начинает выходить, скажем так, на передний план. Он сможет выйти вообще и проявиться в виде там пузырьков. То есть когда нету пузырьков у вас на теле, считайте, что вируса у вас нет. Он просто сидит в нервных клетках и он никак не напрягает ваш организм. Вообще никак. Ни на что не влияет. Просто сидит там и все. Это тоже дема отдельного видео. Но это нужно понимать, потому что этот способ плотно завязан с этим вирусом. Так вот, ученые научились делать определенную мутацию этого вируса, определенную модификацию этого вируса. То есть они контролируемо изменили этот вирус лаборатории, вирус гриппеса. И заражая им людей, у которых, допустим, рак, то есть тут уже меньшее зло заразить его гриппесом, людей, которых вот этот модифицированный вирус в нем начинает вкалывать к ним в организм, этот вирус попадает в раковые клетки и начинает уничтожать этот раковые клетки. То есть, ребята, это очень круто. Он действует трояко на это все. То есть три, по трем направлениям. Первое, это уничтожает раковые клетки. Второе, он стимулирует иммунитет. Он усиливает иммунитет и начинает организм еще больше бороться с раковыми клетками. Третье, он является как бы маркером. То есть маркер, это как маячок-пометка, да, это как ярлычок, который вешается на клетку. Так как иммунные клетки, ей сложно различать, где находится рак. Он не понимает, где. Но когда там вирус гриппеса сидит в нем, то иммунитет понимает, что там есть вирус. И он начинает прицельно бомбить раковые клетки. То есть и иммунитет бомбит раковые клетки, и сам вирус жирает раковые клетки. И это, блин, очень круто. И реально таким образом излечили некоторые типы рака. Я просто не знаю, я не исследовал в плане, делает ли такое в наших странах, там, например, там, да, Советского Союза бывшего. Я, у меня нет такой информации. Я позже, если я найду информацию, я под этим видео оставлю. Вообще, возвращайтесь иногда к моим видосам через какое-то время. Потому что каждое видео, это не просто я записал и бросил. Там на Ютубе, и мне пофиг, что с ним будет дальше. Нет. Я к нему возвращаюсь сам иногда, мне интересная информация освежить в голове. И второе, я пополняю там информацию. Я могу какую-то ссылку полезную оставить под видео. Я могу что-то добавить, я могу что-то изменить в тексте под видео. Я могу через полгода переписать текст вообще под видео. Более свежей информации. То есть это постоянно обновляемая мной информация, которую я под видео я пишу. Там ссылки, информацию я пишу словами. Или уже в комментариях. Поэтому иногда возвращайтесь и смотрите. Поэтому я, если появится какая-то новая информация, просто под этим видео она будет обновляться у меня. Если я буду находить какую-то более актуальную информацию. Так вот, таким образом, заражая организм герпесом, организм убивает раковые клетки. Причем это реально были хорошие результаты в печени, например, у человека был рак, в других тканях тела. Оно очень круто сработало, и это действительно интересная информация. Хочу до вас еще донести такой месседж, который я этот цикл записываю, уже передач на тему стволовых клеток. И под видео комментарий я писал, что стволовые клетки это не зло. Стволовые клетки и медицина, то, что сейчас делает стволовые клетки, это абсолютно не зло. Они делают очень крутое дело, очень хорошее дело. Сейчас это еще слабо просто изученная тема, и некоторые делают ошибки с этим, используя стволовые клетки. По-любому медицина пройдет через этап ошибок, потому что, понятное дело, что эксперименты проводятся не на людях, но уже начали применять лечение стволовыми клетками на людях. И, к сожалению, это приводит к тому, что иногда у людей возникают такие осложнения, как рак. Например, используют стволовые клетки. Посмотрите еще про мое видео про стволовые клетки и омоложение. Вы, например, поймете, что клетки, которые взяты из жира, стволовые клетки из жира, они не совсем действуют так, как многие думают, допустим, на организм. Посмотрите на это видео, это очень интересное тоже видео. Но в целом стволовые клетки признаны для того, чтобы помогать человечеству, а не делать какие-то плохие вещи. Они поменяют мир медицины, просто с ног на голову перевернуты. Действительно, это очень новые крутые открытия, которые ждут все человечество. Мы сможем лечить такие болезни, которые сейчас только симптомы можно убрать. Вылечить саму болезнь причины невозможно. И стволовые клетки тоже сейчас начинают использовать для борьбы с раком, для излечения рака, для того, чтобы запускать иммунитет в нужное место, то, что я вам говорил, допустим, чтобы иммунитет видел эти раковые клетки. Для этого тоже используются стволовые клетки. И иммунитет может лучше прицельно бомбить именно раковые стволовые клетки. То есть это как, скажу так, медицина в целом работает на том, чтобы манипулировать иммунитетом так, как ей нужно. То есть иммунитет направлять туда, куда нужно. И в этом тоже помогают стволовые клетки. поэтому ребята нас ждут очень крутые перемены и это очень круто надеюсь видео было вам полезным интересным ждите следующие новые видосы на эту тему все удачи пока